В Казахстане зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации Министерства здравоохранения, двоих инфицированных выявили на территории столицы. Еще 9 человек заразились в городе Алматы. Три новых факта удалось установить на территории Казалардинской области. И по одному заразившемуся выявили в Атраусской, Актюбинской и Североказахстанской областях. Итого, к этому часу на сегодняшний день известно о 325 инфицированных. 22 пациента выздоровели. На сегодня зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Жертвой COVID-19 стал 50-летний мужчина. Он болел в течение месяца и за медицинской помощью не обращался. Работа была связана с частными командировками. 31 близкое контактное лицо из числа членов семьи и сотрудников госпитализированы, сообщили в управлении здравоохранения города Нур-Султан. Также 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин. У двух близких членов его семьи зарегистрирована коронавирусная инфекция. Бесплатным жильем в гостиницах, а также транспортом обеспечат врачей в Нур-Султане. Такую информацию озвучил заместитель Акима города Бахтиар Макен в прямом эфире во время пресс-конференции. По его словам, это необходимая и своевременная мера. В это трудное время медперсонал осуществляет большую работу по спасению людей. Целые сутки без отдыха они продолжают работать во благо народа. Помимо этого рассматриваются и другие меры по созданию условий для врачей. Наряду с этим Бахтиар Макен отметил, что городская поликлиника номер 2 переходит на круглосоточный режим работы. В ней организована обсервационная поликлиника для приема пациентов с ОРВИ. Мы должны поддержать медицинский персонал столицы, да и всех врачей страны и мира. Именно благодаря их неустанному труду нам удается противостоять ужасному вирусу COVID-19. Как всем известно, наибольшее количество зараженных именно у нас. Поэтому мы должны создать для наших врачей все условия, чтобы они могли комфортно выполнять свою работу. Акцию Безбергемес поддержали и члены ПРА Вещи партии страны. Сотрудники Нур-Утана совместно с волонтерами региона минувшей ночью организовали горячее питание для специалистов, дежурящих на санитарных постах областного центра. Напомним, на всей территории Алматинской области добровольцы региона три раза в день продолжают по очереди привозить дежурным горячий чай, продукты и все необходимое. Отметим по инициативе членов главной партии страны с момента введения режима ЧП в Казахстане. Они обеспечили продуктовыми корзинами более 800 нуждающихся семей региона. И эта акция найдет свое продолжение в будущем, заверяют они. Именно от этих людей сейчас зависит нераспространение той напасти, которая обрушилась на весь мир. Они круглосуточно дежурят и работают прежде всего ради каждого из нас, а мы в свою очередь должны им помогать. В нашей стране очень много небезразличных, добродушных и отзывчивых людей. Наше единство есть наша сила. Это мы доказываем каждый раз. В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшим от вспышки пандемии коронавируса, жизнь возвращается в нормальное русло. Постепенно возобновляют работу общественный транспорт, открываются супермаркеты. К торговому центру Плаза очередь растянулась на сотни метров. Люди стараются соблюдать безопасную дистанцию. Многие носят маски. В минувшие дни в Ухане, как утверждают местные власти, не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19. Вместе с тем, как заявил председатель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность распространения эпидемии в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за числа завезенных случаев коронавируса. Их более 700. По данным ведомства, с начала эпидемии в Китае выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тысяч. Официальный показатель смертности от заболевания в КНР – 4%. В австрийском городе Форальберг решили сдавать шнапс на переработку и делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство. Как и во многих других странах, в Австрии с началом пандемии такие флакончики почти исчезли из продажи. Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией. По словам технологов, любой крепкий алкоголь, будь то джин, водка или домашние настойки – отличное сырье для создания антисептика. Полученное в результате несложного процесса средство пахнет не то чтобы привлекательно, но и успешно справляется с задачей. Раздавать гражданам его, кстати, будут бесплатно. Чемпион мира во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишен боксерской лицензии, сообщает Sky Sports. Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксерской игрушки объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции. После лишения лицензии Сондерс принес извинения за это видео. Боксер пообещал пожертвовать 25 тысяч фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 17.20. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok